Салютики, друзья! Добро пожаловать на канал Саша Таня Лайф. И что-то с моим горлом. Чувствую, меня тоже коснулся вирусняк. Температуры у меня нету, но со вчерашнего вечера или сегодняшнего утра, в общем, как-то ночью, стало мне болеть горло. И вот сейчас я чувствую, что-то с голосочком не то. Но, надеюсь, продержимся, что хуже уже не будет. Вот. Выпью чего-нибудь полезненького. Чая с мёдом, например, с лимоном, да? Может быть, порошка хлопну, который из Москвы привезла, не помню, как называется, от гриппа простуды. Да. И сейчас вы не поверите, что я буду делать. Я буду готовить сырники. Как там говорят, обещанного три года ждут. Но в нашем случае три года не прошло. Меньше недели. И сегодня всё срослось. У нас есть и яйца, и рисовая мука, и сахарная пудра. В общем, я уже замешала. Делаю сразу из килограмма творога. У меня четыре пачки по 250 грамм у нас таких продаются. Два яйца. Шесть столовых ложек сахарной пудры. Можно и с простым сахаром. Как-то я случайно сделала. Забылась. Тоже нормально было. И шесть столовых, в смысле, на 500 грамм. Я делаю двойную порцию. Татьяна, говори снова. Килограмм творога. Два яйца. Двенадцать столовых ложек сахарной пудры. Да, это будет довольно сладенько. Кто как любит, конечно, можно и убавить. И двенадцать столовых ложек рисовой муки. Я делаю именно с рисовой. Соответственно, если делать обычную порцию из двух пачек творога, то все то же самое пополам. Две пачки творога. Это 500 грамм. Одно яйцо. Шесть столовых ложек сахарной пудры. Уже не звучит так ужасающе, правда. И шесть столовых ложек рисовой муки. Сейчас я это руками все хорошо размешаю. Перчатки только одену. И буду лепить колобочки. Прям да, вот такие колобочки беру и делаю. Вот такие колобочки. И не приплюскивая на разогретую сковородочку. Хоп. С расстоянием друг от друга, потому что они потом чуть-чуть приплюснутся. Мало накрутила сковородка-то большая. Крышкой прикрою, чтобы прожарились хорошо. И на небольшом огне. Аккуратненько переворачиваем. Здесь они уже форму принимают. Уже, правда, много раз вам это показывала. Но все время находится тот, кто только что зашел. И потом начинает спрашивать. Вот. И накрываем, жарим дальше. Вуаля! Зацените сервировочку. Ну и остальные сейчас тоже будут снимать, пока не сгорит. Вот они. И выложу следующую партию. Первую Александру, мужу моему. Так, вкусно покушали. Теперь распаковочка от моего мужа. Теперь распаковывать. Александра. Бьюти коробочки. Это коробочка My Little Box. Я понятия сама не имею, что там. Это My Box. Они обычно присылают в конце предыдущего месяца. То есть за март, в конце февраля я ждала. Но вот сегодня уже что-то лырешься. Седьмое число. И они только прислали. Для них это прям поздно. Целое письмо тебе? Ой, покажи. Это раскрашивать. Ой, смотри. По цифрам. Здорово. Неожиданно. Платочек, да? Ты знаешь, да? Я уже понимаю. А не по это, аккуратно ножом своим. Ты, наверное, в курсе, да, что-то дождолго? Нет. Я знаю, что платочек и зеркало, а все остальное я не знаю. Это можно протирать. Что, совсем? Это теще можно подарить. Она любит такие. Ой, какой прям веселенький. Смотри. Это можно на шею. Можно куда хочешь. Хоп. Ну не надо. Ну что ты делаешь? Тут такой скользкий. Прям да. Шелк твой, что ли? Да, китайский шелк. Ну, Саша. Ты волосы чем-то намазал? Гелью там, что ли? Ты теперь платком своим. Давай еще. Показывай, что там еще у тебя есть. Саша так любит распаковывать мои коробочки. Ты не... У нас дизайн не обратил внимания. Ведь очень красивый дизайн. Да, смотри. И платочек. Все под цвет у них всегда. Ты знаешь, что там? Да, зеркальце. Нет. Да. Нет. Ну, показывай тогда. Я должна знать. Ну, что там? Ну, зеркальце. Ну, нет. Ну, что это там? Болт энд голд. Ну. Ну. Ну, 8 марта тебе, смотри. Браслет. О, да ты че. А я видела французов зеркальце. Немцев. Ну, я такие не ношу. Ну, ладно. Спасибо, конечно. И? И? Три бьюти продукта. Да ладно. Опять. Да пусто, то густо, смотрите. Опять. Ну, сейчас мы с Сашей вместе будем пользоваться. Он тоже теперь полюбил этот солид для волос. Ну, видите-ка у меня шикарные волосы. Соленые. Так. Ну, ладно. Ничего, что опять. Что это? Ты должна угадывать, уже не глядя. Что это? Кондиционер, наверное, судя по бутылочке. Потому что шампунь уже есть. Вот это вот, да? Ну, либо шампунь. Ну, странно было бы два шампуня. Бейн, деколатифинад, репаратура. Ну, давай. Цитрик, асид, клецид. Ты по-английски вообще не умеешь? Парис. Ой. Вот и давай. Ну, вот смотри, это шампунь. Странные они. Зачем два шампуня? Это тоже, хоть это и скрап, но это, считай, шампунь. Этим можно помыть голову. Что-то они странные, однако, в этот раз. Ну, и последнее, что-то... Мой выбор. Какой у тебя выбор? Лип-глосс это. Ну, открой, интересно. Это за бодишок, да? Значок был. Не рви там ничего, Александр. Ты как-то по-варварски. Надо было самой открывать. Теперь по-налипу. Вот здесь вот на руке немножко мазани. И что? Бля, это на губы? Ну, куда, на что? Ну, что я не... Раз за три пальчиком. Раза, раза три пальчиком. Какая красивая. Ну, кстати, ничего, да. Да. Я думаю, что она не... И не очень-то и дешевая, да? Тут вообще ничего дешевого не бывает. Глосс, винил. Винил, лип-глосс. Я так понимаю, здесь все вообще максимально дорогое. Но не всегда и не все. Например, вот этот браслетик, я думаю, долго не прослужит. Я его потеряю. Уже падает. Уже падает, да. Милане подари. Не большой. Ну, я усыгнулся. Все, да? Покажи. А нельзя было? А покажи. Все, да? Должно быть. Не, он же должен когда-то немножко регулироваться все-таки. Нет, не должен. Ну, как нет? Это он такой был вот так вот, да, здесь? А я не помню уже. Ну, понятно, это же не ты пальцем помял, Саш. Ну, он согнулся в этом месте. Какой он? Где пальцы? Я имею в виду вот этот домик вот этот вот. Вот так уж он согнулся. Не знаю. Лучше бы в зеркальце было бы. Что, ты тоже открываешь? Да, давай. Это я заказала в подарок одному молодому человеку. Очень молодому на день рождения. Я надеюсь, что ему понравится. Я сначала хотела барабан, но потом решила пожалеть родителей и соседей. А почему не барабан? Ну, иногда бывает во мне что-то здравое щелкает. И заказала вот такую штуку. Да, вот такую штуку. А, это 18+. Ну, ничего. 18+. Ну, ничего. Я надеюсь, что ему понравится. Он парень умный. И там что-то съезжает вниз, да? Я помню Милане. Помнишь, раньше с мячиками нравилось? Там закидываешь, а не так. Тук-тук-тук-тук вниз идет. Ну, я подумала, раз мальчик, и что бы не машинки. Еще деревянная, да? Ну, да. Класс. Вот как вы считаете, понравится ребенку? В годик. В годик. Игрушка 18+. Саша решил дальше выбрасывать коробки. Молодец, правильное решение. От телефонов, от всякого такого. Но он вынужденно этим занялся, да? Потому что сегодня заблокировал свою сим-карту. И начал искать в коробках от телефона пук-код. Ну, этот вот, где, вы поняли, где кода все. Ну, и, короче, углубился туда дальше. И давай вот пересматривать все, что лежит, и что можно еще выкинуть. Это, конечно, все отлично. Потому что хранишь, хранишь коробочки. Сначала же, потому что гарантия, а вдруг. Потом еще, а вдруг. Ну, вот часы-то его сломались, уже и коробку можно выбросить. Часы жалко, хорошие были. Браслет там еще был в комплекте. Браслет же тоже выбросим, да? Куда его? Некуда. Такой металлический. Металлический. Где он? А где ты его делал? Я бы выложил его. А, все-таки не выложим мы его? Мы его выбрасываем, было бы. Охренеть, тысяча тридцать. Камера, которая из них? Первая наша, большая. Покажи картинку. Вот такая вот. О, сколько ей лет уже? Ну вот, счет. Еще работает, да? Да-да. Я даже иногда снимаю ее. В шестнадцатом году. Ты ее в Грузию брал, да? Да. Ой, ей восемь лет уже. Восемь, прикинь. Прикинь. Тысяча тридцать евро она стоила. Это когда мы только начинали блогерство, она же была наша первая. Сначала мы начинали на телефон. Даже телефон есть, на котором мы начинали, мне кажется. Шестой нет, Самсунг. Ну, телефоны тоже надо, Сашу, телевизировать. А его нету здесь. Милана его забрала. Или кто-то забрала детей. Короче, сначала был один, потом вот он. Вот, вот он, да. Вот на этом мы начинали наш блогерство. Это детский канал, да. Да, наверное, телефон наснимали. Причем вообще он даже не побитый, ничего, он целый. Он рабочий, да? По сути, если вы его вытащите из этого сраного чехла, он очень хороший телефон. Самсунг, я даже не помню, какой уже телефон. Так храним, 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 а потом куда их все, хоп, и выбросить. Надо его включить, посмотреть, что на него осталось, какая информация. Ну, вообще он классный. Он мне всегда нравился по цвету. Кстати, сейчас увидела свои семена. Рассаду свою. Получается, позавчера мы посадились с Миланой. Я их забыла, если честно, даже не открывала. Посмотрите, как там все запрело. И кое-что одно уже взошло. Ну, вот отгадайте, что это могло бы быть. Саш, ты отгадай. Тукини. Нет. Я даже забыла, что я это посадила. Да, тем более, не за что посадила. Но это не томаты. Только одно взошло. Вот. Салат. Видите? Вон росточек. Один. И вот здесь вот еще. Я вот теперь думаю, а когда они прямо сейчас начнут расти-расти, куда мне их пересаживать? Я еще не готова. Ну, вот остальные даже не намечаются. Даже не пытаются еще проклевываться. Ждем дальше, как говорится. Ждем. Вот, Булка, ты тоже ждешь, да? Булка ждет, да. Булка ждет. Вдруг что-то съедобное вырастет, правда? Колбаса, например. А вдруг? Видно, да, что она больше всех ждет. И если вы думаете, что это были все наши телефоны, то вы ошибаетесь. У нас еще телефоны есть. Это Nokia 3310. Да. Только модифицированное. Мы покупали детям, когда... Артему и Тимуру. Когда что? Когда мы их наказывали, разбирали гаджеты, да? Или что? Я не помню. Чтобы у них не было возможности сидеть и играть игры, какие-то гаджеты, чтобы была только связь. Они рабочие, реально. Nokia 3310. А вот эту даже не помню, когда мы покупали. Мы его не покупали. Он не рабочий, у него Милана уронила, мне кажется. Или рабочий, или что? Ну, вот видишь, у меня тут трещина. Но эти два точно рабочие. Эти рабочие, да. Если вот так вот нам нужна просто связь какая-то, то можно воспользоваться. Это же не помню, как он открывается. А вот так, наверное. Нет? 3310. У кого было когда-нибудь 33-я Nokia, ставьте лайк и пишите в комментарии. У меня, кстати, не было 33-й Nokia. Две сим-карты даже, да? Внутри. Так, первая и вторая. Внутри сим-карты. Там даже внутри, по-моему, есть какая-то, нет? А, нет. Прикольно. Слушай, ну а что? Если просто нужна связь, просто связь какая-то. Раз, чик. Ну, во всяком случае, батареи держит долго. Недельку, небось. Да, сто процентов. Я же не вкалывал. А вот ищу. Делай, Саша, еще тренировка не окончена. Это тебе вместо приседания, точнее, дополнительно. Дополнительно? С ними приседать, да? На ляжке их натянуть и приседать. Это твои. Да, это мои. Нашлись, наконец-то. Помните, я как-то искала. А зачем ты все так пакетики уничтожила? Они так хорошо в пакетике лежали. Ну, мы же не лежали, а работали. Работали. Это из декатона. Смотрите, здесь 5 килограмм. Здесь 6, а там еще больше, что ли? Ого! 7 килограмм. О, Лежа, раз. Ты передуешь. Вот такая вот я спортсменка. Мечтатель. Вот так взялись с мелочей, начали искать. Пин-код, пук-код. До сих пор, кстати, не нашли. Ну и вот погнали. Старые письма перебрать, что нужно уничтожить, что нужно сохранить. Все тут смотрим, перебираем. 265 тысяч евро нам предлагали. Еще картинка какая-то зачесалась. А нет, 15 тысяч. С девочкой голой. Продолжай, Александр. У нас вот целый непочатый край работы. Хороший подарок. Не перегревается. Это не надо. А? Это не надо. Там только данные, где такую общую информацию. Так можно выкинуть. Думаешь? Ну да. И все это было не зря, да? Да, я разблокировал. Нашли. Мы столько перерыли вообще документов. Не было. Начали уже просто. Дело в том, что года три мы уже эту карточку не видели и думать о ней не думали. Блин, разблокировал. Охренеть. Охренеть. А я уже думала звонить, заказывать новую карту. Вот представляешь, какая ситуация случилась? Я всегда знал пин-код. Всегда. И периодически, когда перезагружаешь телефон, его вводишь, он у тебя плюс-минус в голове есть. Причем этот пин-код не какой-то там определенный. Это просто какой-то набор цифр. Я помню, я даже не менял. Он мне пришел с сим-картой, я его так и оставил. Просто я его помнил всегда. Какое-то время я не пользовался пин-кодом. Мне не надо было. Я не перезагружал телефон. Я не перезагружал. Кеся, не перебивай. Перебивают. А на чем я остановился? Ну, о том, что не менял, не вспоминал. Да, вот. И сегодня у меня на работе сел телефон. Полностью вырубился. Ну, и сел, сел. Я без задней мысли пришел домой. Поставил на зарядку. Но я же пин-код знаю всегда. Включаю телефон. И вот появляется дисплей, кнопки, циферки. Введите пин-код. И я в этот момент понимаю, что я не знаю пин-код. Я знаю примерно цифры. Примерно. В голове. Но я не помню их порядка. И я не помню, те ли точно это были цифры. То есть, из четырех цифр, возможно, одна не та. И я понимаю, что я просто не знаю пин-код. Я, в общем, вел один раз неправильный. Вел второй раз, другой неправильный. Блин, ну еще раз и все. Походил я, в общем, попил воды. Походил, подумал. Наверное, вот этот. Ввожу на третий раз. Все, заблокирована карточка. Вот прикол. Надо, в общем, периодически вводить его. Либо пин-код делать. Либо записывать где-то его. Не знаю, в общем. Слава богу, нашли. Все работает. Да, попалильный. Пипец, блин. Мы всю эту бумагу и рыли, ничего не могли найти. Причем, что где мы сейчас нашли, мы там уже смотрели. Просто смотрели на скорую руку. А я тебе говорил. А сейчас тщательно. Я, в принципе, сначала так и подумала, что здесь. Ладно. Смотрите, что я еще нашла. Тимур раньше каждый год писал список подарков. Кто что должен подарить ему. Вот. Дед Мороз должен был подарить волшебную палочку северу со Снэйпа. Ой, я не помню, сколько это лет назад было. Галя, бабушка Галя. Кофта пуфендуй. А, это когда мы удавили? Это моя мама. Помню, что мы на даче мы удавили? Нет, это Новый год. Лего Гарри Поттер. Кабинет Сириаса Снэйпа. Мама с папой. Форма студента пуфендуй. Зая, ну мы же дарили ему на даче, нет? Нет, это Новый год. Он же Деда Мороза тут еще просил. Какая дача? А это что? Это от Миланы. О-о-о. Это от Миланы. Дед Мороз. Палку. Луна. Мама и папа. Колонка. Галя. Большой Мишка. И Ома. Роблокс. Чего-то там еще. А, карта Роблокс. Дед Мороз к палку. Луна. Ну, потому что это девочки, как ее там. Ну, в общем. Да, это видно, они в один год с Тимуром писали. Так, у нас тут рыба готовится. Я вспомнила, что еще есть рыба. И нужно ее съесть, не пропадать же в добру. Мои вот эти вот штуки мне как-то... Они неплохие, они вкусные. Но когда хочется кушать, ты думаешь, зачем это есть, если можно что-то нормальное поесть. Так и лежат. Надо, наверное, хотя бы завтракать этим. Не знаю, что, зря брала. А, варю крыльный рис в этот раз. Салатных листьев нету. Ну, и сделаю либо салат, либо просто порежу огурчики, помидорчики. Я уже говорила, вот эти вот нравятся мне вкусно очень. Ну, как, относительно тех, что сейчас доступны в магазинах, другие, да? Я запыхалась, потому что вы сами понимаете, почему. Потому что я в процессе еще и приседаю. Так, сейчас небольшая пауза. Продолжаем приседать, девочки. Вы со мной. Алиса, стоп. Только хотела приседать, рис сварился. Все, друзья, поприседали. Покушали на ночь, как всегда. Сегодня-то у вас 8 марта, девчули. В смысле, у вас это имеется в виду в тот день, который вы смотрите. А так-то 8 марта и у меня тоже. Поэтому с праздником нас, красотки мои. Всего нам самого-самого хорошего. Хочешь присоединиться? Он хотел присоединиться, но он уже в трусах. Не хочет. Может, я и в трусах хотел присоединиться. Просто крикнем от души. Много не пейте! Мало тоже. Всего хорошего. Пока. Ну, бля, грубай.